Губернатор Приморья провел рабочую встречу с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителем отдела международных связей ЦК КПК Лю Цзянчао. Глава региона отметил, что 2024 и 2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая. Наши театры гастролируют в городах и в Харбине. И сейчас большие будут спектакли Приморской сцены Мариинского театра и в Пекине, и в Ганчжоу, в Шанхае, в Шанчжене. 24 спектакля будет. Причем мы своими спектаклями открываем новый театр в Пекине в день открытия вместе с Гергеем, как руководителем ансамбля. Поэтому здесь очень хорошее восприятие с китайской стороны. И мы с удовольствием воспринимаем китайскую культуру здесь. Тоже китайский балет, который идет с успехом, с аншлагами здесь на наших приморских сценах. В июле планируется первая студенческая спартакиада на базе Дальневосточного федерального университета с участием китайских спортсменов. Также хорошую динамику у нас сейчас набирает развитие детского спорта и проведение детских спортивных игр, куда приглашаются ребята из трех провинций – Леонин, Дзелинь и Хэлунзян. Более 130 человек прибывает всегда. Только с одной провинции у нас Хэлунзян, и 127 человек было. То есть, где ребята соревнуются по различным видам спорта. И летняя спартакиада «Дети Приморья», и зимняя спартакиада. Участники встречи обсудили возможности для расширения детских и молодежных обменов, в частности, за счет реализации проекта по созданию российско-китайского детского лагеря отдыха в Хасанском округе Приморья. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.